МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 8 февраля 1943 года советский летчик Михаил Девятаев совершил побег из концлагеря на острове Узьедом. Старший лейтенант Девятаев участвовал в боях с первого дня войны. Сбил несколько самолетов, был награжден орденом Красного Знамени. После нескольких ранений его списали из истребителей, но оставили в тихоходной авиации. Девятаев служил в полку ночных бомбардировщиков санитарной авиации, вывозя раненых партизан на Большую Землю. Узнав, что в дивизии Покрышкина служит его друг, Михаил сумел добиться перевода в истребительный полк. В июле 1944 года его самолет был подбит, и летчик оказался в плену. Откуда вместе с группой военно-пленных летчиков он в августе 1944 года совершил первую попытку побега. Но беглецы были пойманы, объявлены смертниками и отправлены в лагерь смерти Заксенхауза. Вскоре Михаил Девятаев был отправлен на остров Узидом, где шли разработки сверхмощного оружия Третьего рейха – баллистических ракет Фау-2. 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила фашистский бомбардировщик и совершила на нем побег из концлагеря на острове Узидом. Пилотировала его Девятаев. Немцы выслали вдогонку истребитель, но тот не сумел их обнаружить. Самолет был обнаружен истребителем, возвращающимся за Данией, но приказ немецкого командования сбить одинокий Хенкель не выполнил из-за отсутствия боеприпасов. В районе линии фронта самолет обстреляли наши зенитки. Пришлось идти на вынужденную посадку. Хенкель совершил ее на брюхо южнее населенного пункта Голен в расположении артиллерийской части 61-й армии. Девятаев доставил командованию стратегически важные сведения о засекреченном Узидоме, где производилось и испытывалось ракетное оружие фашистского рейха. Особисты не поверили, что заключенные концлагеря могли угнать самолет. Беглецов подвергли жесткой проверке. Затем отправили в штрафные батальоны. В ноябре 1945 года Девятаев был уволен в запас. Его не брали на работу. В 1946 году, имея в кармане диплом капитана, с трудом устроился грузчиком в Казанском речном порту. Лишь в 1957 году, благодаря вмешательству легендарного конструктора космических кораблей Сергея Королева, Михаил Девятаев и его товарищи были реабилитированы. А затем, после рассказа об их подвиге в газетах, Михаилу Девятаеву в августе 1957 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил Петрович вернулся к своей профессии речника. Испытывал и водил первый катер на подводных крыльях ракета. Он почетный гражданин Республики Мордовия и города Казани. После войны удалось узнать и о событиях на Узидоме. На пятый день после побега прибыл рейхсмаршал Геринг в сопровождении эсэсовцев. Он устроил невиданный разнос. Комендант концлагеря, четыре эсэсовца из охраны и еще несколько солдат были приговорены к расстрелу. Командира авиачасти спасло лишь заступничество самого Гитлера. 8 февраля 1834 года в Тобольске родился Дмитрий Менделеев, выдающийся российский химик. В возрасте 13 лет Дмитрий поступил в Тобольскую гимназию. В 1855 году он закончил физико-математический факультет главного педагогического института в Петербурге. Ученый совет присудил ему титул «Старший учитель» и наградил золотой медалью. В 1857-1890 годах Дмитрий Иванович преподавал в Петербургском университете, где в 1965 году стал профессором. Также являлся профессором Петербургского технологического института. Несколько лет Менделеев находился в научной командировке в Гейдельберге. С 1876 года он член-корреспондент Петербургской академии наук. Спустя 4 года выдвигался в академике, но был забаллотирован, что вызвало резкий общественный протест. В 1890 году Дмитрий Иванович покинул Петербургский университет из-за конфликта с министром просвещения, который во время студенческих волнений отказался принять от Менделеева петицию студентов. С 1892 года Дмитрий Иванович – ученый-хранитель депо образцовых гиревесов, которое по его инициативе было преобразовано в главную палату мер и весов. Менделеев был членом многих академий наук и научных обществ. Также он был одним из основателей русского физико-химического общества. В 1903 году стал первым главой государственной приемной комиссии Киевского политехнического института. Наиболее известное его открытие – периодический закон химических элементов, в соответствии с которым он составил периодическую систему элементов. Также Менделеев является автором первого русского учебника «Органическая химия». 8 февраля 1893 года родился Петр Куприянов – выдающийся хирург, вице-президент Академии медицинских наук, генерал-лейтенант медицинской службы. Во время Великой Отечественной войны Куприянов был главным хирургом Северного и Ленинградского фронтов. Куприянов первым в стране сделал операцию на сердце в условиях гипотермии, охлаждения организма, что и облегчало состояние больного. Его коллега знаменитый Амосов писал, «Был в клинике у Петра Андреевича Куприянова. Он меня очаровал. Он всех очаровывал». В то время ему было 68. Блестящий, действующий генерал военно-медицинской академии. Высокий, стройный, подтянутый. Настоящий офицер, голубая кровь, дворянин. Были и ученики. Настоящим оказался только Володя Бураковский, будущий глава Института сердечно-сосудистой хирургии. Сегодня 8 февраля. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день произошло много интересных событий в области культуры и искусства. Об одном из них мы расскажем вам. 8 февраля 1874 года состоялось первое представление оперы Мусоргского «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра в Петербурге. Опера была написана в 1868-69 годах. В 1871-72 годах была осуществлена вторая редакция оперы. Но ее постановка тогда была отклонена дирекцией императорских театров и осуществилась лишь в 1874 году благодаря энергичным требованиям артистической общественности. Инициатором выступила певица Юлия Платонова. Главные партии в спектакле исполнили виднейшие российские артисты – Мельников, Петров, Комиссаржевский, Платонова. Дирижировал Эдуард Направник. А теперь мы расскажем вам о погоде в этот день в разные годы и века. 8 февраля 1767 года в Санкт-Петербурге стояла необычайно теплая погода. 8 февраля 1782 года на Украине погода была теплая, но с дождями, и снег практически сошел. 8 февраля 1947 года в Смоленске стояли 30-ти градусные морозы. 8 февраля 1970 года в Москве за сутки выпало 23 миллиметра осадков. Сегодня 8 февраля. Наша программа подходит к концу, и самое время заглянуть в народный календарь. 8 февраля Православная Церковь празднует перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского. Народная же мудрость гласит, если синица с утра поет, то зима еще придет. Еще в этот день говорили, каков день, такова и весна. Метель на дома будут плохи корма. Именины 8 февраля празднуют Аркадий, Иван, Иосиф, Мария, Семен и Ксенофонт. С вами была программа «День веков хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова